О новогодних и рождественских праздниках говорили на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как провести их без угрозы для жизни и ущерба имуществу в нашем материале? Начали с цифр. В 2020 году произошло более полутора тысяч пожаров, погибли 74 человека. Новогодние каникулы риски только увеличивают. Проблем добавили вынужденные ограничительные меры. В первую очередь это касается заполняемости залов сверхустановленного норматива. Во-вторых, это нестанционируемая продажа перстанических изделий на открытом воздухе. Также острой проблемой в настоящее время для нас является проведение новогодних мероприятий на объектах, где имеется многочисленное нарушение требований пожарной безопасности. Безусловно, новогодние и рождественские мероприятия по образовательных организациях республики пройдут под особым контролем. Определены первоочередные задачи. Первое. Организовать контроль за реализацией мер по антитуристической защищенности и пожарной безопасности. Второе. Провести предупредительные профилактические работы с обучающимися, направленные на обеспечение безопасности в зимнее время. Третье. Осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий, прилегающих к ним территорий. В культурно-досуговых учреждениях массовых праздников тоже не будет. Новогодние корпоративные мероприятия, связанные с массовым пребыванием взрослых детей, традиционно новогодние елки и гуляния на базе учреждений культуры проводиться не будут. В театрах будут проходить спектакли на новогоднюю тематику и рассадка зрителей осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Не более 50% загрузкой и зрители рассаживаются в шахматном порядке с соблюдением мачного режима. Служба МЧС уже готовится к православному празднику Крещению Господню. Планируется организовать более 120 мест для купания и более 500 купелей, если не будет полного запрета. Екатерина Шиверова, Андрей Шоков, Республика.